Пушка, рождённая за одну ночь В поисках своего призвания, своего настоящего дела Переезды и крутые виражи биографии не исключены и в будущем Но теперь они определяются успехами или неуспехами в работе в гораздо большей степени Чем личными склонностями человека или чисто житейскими обстоятельствами Исключения, конечно, составляют такие события, как война Когда гражданский долг отрывает человека от станка, от пашни, от лабораторного стенда В мирное же время дело человека – благодатнейшее, если не единственное, область для реализации душевного потенциала Дело нерасторжимо связывает человека с обществом, является, как принято теперь говорить, действенным средством коммуникации Для меня и многих моих товарищей переезд в Приволжи, начало работы в новом КБ и были как раз тем моментом, после которого судьбы наших пушек без остатка подчинили себе жизнь каждого из нас Личная биография стала равнозначной биографией дела К 1941 году объем работ резко возрос, в разных стадиях создания, испытания и освоения находилось часто по нескольку артиллерийских систем И потому рассказ об этом периоде нашей жизни приходится вести с нарушением хронологической последовательности событий, с забеганием по времени вперед и с последующим возвращением к отправной точке Лучшие аргументы в пользу новых методов, практические результаты работы Сокращению сроков создания орудий и освоению Их в производстве мы уделяли очень много внимания, но при этом непрерывно работали над созданием совершенной дивизионной пушки, самой массовой в армии Весной 1938 года, включаясь в работу по созданию дивизионной пушки F-22U-SV, мы вполне отдавали себе отчет, что тактика, технические требования, по которым мы вынуждены были работать, не дадут нам возможности полностью воплотить в конструкции все наши идеи и замыслы F-22U-SV мы рассматривали как переходную конструкцию к другой, более совершенной Пожалуй, только мощность F-22U-SV и баллистическое решение соответствовали нашему пониманию сути дивизионного орудия За пушкой F-22U-SV последовала работа над рядом других систем, о которых я уже рассказывал Творческий багаж КБРОС увеличивался с запас конструктивных решений, создавались предпосылки для того, чтобы вновь вернуться к дивизионной пушке, но уже на иных основах К концу 1940 года мы были готовы к этой работе Толчком послужили успешные испытания 57-мм и противотанковой пушки ZIS-2 Лафет ZIS-2 был легким, надежным, обеспечивал высокую мобильность пушки огневую на марше, габариты были невелики Лафет и другие узлы ZIS-2 вполне могли быть использованы для нового дивизионного орудия Но имели ли мы право браться за создание этой пушки? F-22U-SV образца 1939 года принято на вооружение, полностью удовлетворяет военных, освоено в производстве Более того, ГАУ, не возобновила с нашим заводом договора на продолжение производства F-22U-SV в 1941 году Мотивируя это тем, что дивизионными орудиями армия полностью удовлетворена А если это так, то кому нужна новая дивизионная пушка, будь она сверхсовершенна? Конструкторские силы, время, энергии не наше личное достояние Мы просто не имеем права создавать пушку лишь для удовлетворения собственного конструкторского тщеславия И все же мы взялись за эту работу, предварительно взвесив все за и против Соображения были следующие Самый приблизительный подсчет показывал, что на вооружении Красной Армии к началу 1941 года все Таки меньше дивизионных орудий, чем на вооружении русской армии перед Первой мировой войной Масштабы Первой мировой войны не могли не уступать развороту будущей войны Неотвратимость которой ни у кого из нас не вызывала сомнений Следовательно, не исключена возможность, что придется возобновлять производство F-22U-SV А раз так, то гораздо выгоднее иметь прозапас на случай войны новую дивизионную пушку, которая по всем показателям будет превосходить F-22U-SV Тотчас после проведения первых стрельб ЗИС-2 в КБ состоялось обсуждение замысла новой дивизионной пушки Обсуждение проходило в узком кругу, участвовали в нем кроме меня Шефер, Рейне, Мещанинов, Горшков и Котов Новой дивизионной пушке присвоили завод с коиндекс ЗИС-3 Идея ее не потребовала долгих поисков Конструктивная схема ЗИС-2 стала типовой для ЗИС-3 В конструкцию ЗИС-2 необходимо было вести лишь некоторые изменения и дополнения F-22U-SV по части мощности и баллистического решения была вполне приемлема как переходное орудие для создания более легкой дивизионной пушки с использованием патрона пушки образца 1902-30 годов Поэтому было признано рациональным произвести наложение 76-мм ствола с баллистикой F-22U-SV на лафет ЗИС-2 Угол возвышения для новой дивизионной пушки мы поначалу приняли за 45 градусов, этот угол обеспечивает наибольшую дальность полета снаряда Большой угол возвышения создает повышенные нагрузки на лафет орудия Чтобы уменьшить их, решили снабдить ствол новой пушки дульным тормозом, поглощающим около 30% энергии отдачи, возникающей при выстреле Всю работу решили проводить в два этапа Вначале разработать и изготовить ствол калибром 76-мм с дульным тормозом, собрать его на лафете ЗИС-2 и испытать стрельбой, чтобы проверить фактическую эффективность дульного тормоза Второй этап должен был включить в себя разработку, изготовление остальных агрегатов, сборку и испытание опытного образца ЗИС-3 Исходя из этого, задание на разработку и изготовление ствола и дульного тормоза было выдано несколько раньше, чем на остальные агрегаты работы по стволу поручили конструктору Ивану Семеновичу Грибаню Ему и Мещенинову выдали исходные данные такие же, как и для ствола пушки F-22U, S-V, а конструктивная схема ствола была аналогична 57-мм стволу ЗИС-2 76-мм трубу требовалось вписать в кожух ЗИС-2, а также снабдить ее дульным тормозом Уже на самых первых этапах работы над ЗИС-3 использования унифицированных конструкций, одно из главных составляющих наших скоростных методов, значительно упростило задачу, сократило объем работы, ускорило осуществление замысла Иван Семенович Грибань быстро изготовил эскиз на трубу и передал производственникам, а сам приступил к оформлению рабочего чертежа С дульным тормозом дело несколько затянулось Рассмотрели все существующие конструктивные схемы, но ни одна из них не удовлетворяла нас Поэтому пришлось создать новую схему Пока Грибань занимался дульным тормозом и выпускала рабочие чертежи, в цехе шло изготовление трубы Полуфабрикат трубы пушки F-22U-SV, она еще шла в производстве, пустили в обработку по чертежу ЗИС-3 К моменту завершения обработки был готов и дульный тормоз Произвели сборку, ствол установили на лафете опытного образца пушки ЗИС-2, и в ту же ночь новую пушку подали на заводской полигон В программе предусматривалась стрельба уменьшенным, нормальным и усиленным зарядами при нулевом угле возвышения Отгремели первые выстрелы Результаты радовали, дульный тормоз поглощал даже больше энергии, чем предусматривалось расчетами К утру пушку доставили в цех и осмотрели Никаких дефектов Стрельба подтвердила верность замысла Можно было уже с полной уверенностью говорить, что новая 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 есть Теперь следовало приступать ко второму этапу, к доработке конструкции Дальней предшественницей ЗИС-3 была 76-мм пушка образца 1900 года, первая русская дивизионная артиллерийская система За ней и последовали, трехдюльмовка образца 1902 года, модернизированный вариант ее, образца 1902-30 годов Затем появилась Ф-22 образца 1936 года, которую, в свою очередь, сменила Ф-22У, С-В образца 1939 года ЗИС-3, таким образом, завершила длинный ряд отечественных дивизионных пушек калибром 76-мм На протяжении четырех десятилетий трехдюльмовка считалась вершиной конструкторского мастерства Наша ЗИС-3 при том же весе превосходила трехдюльмовку образца 1902 года по мощности в 1,6 раза ЗИС-3 сделала бесперспективными любые попытки создания какой-либо иной дивизионной пушки с калибром 76-мм На смену ему в будущем пришел калибр 85-мм Если же попытаться определить место ЗИС-3 в более узком плане, среди пушек, только нашего КБ То окажется, что рождение ее закономерно, в ней наиболее полно реализовался творческий потенциал КБ, наш многолетний опыт, который по крупицам добывался на всех этапах нашего пути Какой, то художник на вопрос, сколько времени он писал картину, ответил, всю жизнь и еще два часа Точно так же и мы могли бы сказать, что над пушкой ЗИС-3 работали 6 лет, с момента образования нашего КБ, и еще одну ночь Сразу после первой стрельбы приступили ко второму этапу создания ЗИС-3 Доработку верхнего станка поручили Александру Павловичу Шишкину Установку прицела взяли на себя Борис Григорьевич Погосинц и Зоя Михайловна Минаева Доработкой противооткатных устройств в подотделе Мещанинова занялся Федор Федорович Калеганов Пожалуй, у Калеганова была наиболее трудная задача создать для ЗИС-3 механизм переменной длины отката Объем остальных работ был небольшим, срок еще более сократился благодаря тому, что разработка технической документации узлов опытного образца велась в тесном содружестве с технологами Постоянно изыскивались новые возможности для упрощения деталей, повышения их технологичности и надежности Такие упрощения были внесены, в частности, в конструкцию верхнего станка Шишкин вместе с летельщиком, технологом Коптевым и технологом по холодной обработке металла Гордеевым быстро внесли коррективы в технологический процесс Доработали оснастку, деталь была подана на сборку с опережением графика Также слаженно и оперативно провели все работы по установке прицела по Госсенс, Минаева и Селиверстов, заместитель начальника прицельного цеха, прекрасный технолог и опытный производственник Унификации и типовое проектирование обогащают арсенал конструктора не только решениями, ранее найденными КБ, в котором конструктор работает Для ЗИС, три подходящего тормоза с переменной длиной отката в наших архивах не нашлось В поисках обратились к конструкциям других КБ Наиболее рациональной и подходящей оказалась схема тормоза отката 122-мм корпусной пушки А19 образца 1931 года Конструкцию которой разрабатывал артиллерийский инженер Владимир Николаевич Дроздов Ее и применили для ЗИС, три Процесс создания для ЗИС, три тормоза с переменной длиной отката наглядно показывает, какими окольными, порой и путями идет конструкторская мысль к наиболее простому и потому единственно верному решению Коллеганов справился с поставленной перед ним задачей, хоть не обошлось без осложнений Опытный образец пушки собрали, испытали стрельбой Все агрегаты работали безотказно, кроме противооткатных устройств Началась доводка процесс кропотливый, выматывающий После каждого выстрела конструктор отмечал у себя в записной книжке длину отката, затем вносил коррективы в конструкцию И снова, стрельба, снова, корректировка Коллеганов уже был близок к завершению своей работы, когда мы обратили внимание, что пушка при выстреле ведет себя довольно устойчиво Это натолкнуло на мысль, а нельзя ли вообще отказаться от тормоза с переменной длиной отката? Идея чрезвычайно заманчивая В этом случае для ЗИС-3 почти не нужно было переделывать противооткатные устройства ЗИС-2 Лафет который был к тому времени многократно испытан Но как это скажется на кучности стрельбы? Ведь задачи противотанкового и дивизионного орудия различны ЗИС-3 должна вести огонь по дальним целям, поэтому угол возвышения у нее 45 градусов, а не 25, как у ЗИС-2 Ответ можно было получить лишь стрельбой на войсковом полигоне Решили начать программу испытаний со стрельбы по счетам для проверки кучности Установили тормоз на постоянную длину отката, сделали первую счетную группу выстрелов на дистанции 500 метров Результаты отличные Повторили стрельбу расхождений и нет Расчет показал, что кучность боя нашей ЗИС-3 с постоянной длиной отката не уступает кучности боя F-22U-SV Проверка с дистанции 1000 метров подтвердила вывод Коллеганов быстро догадался, для чего предпринята эта проверка И возможно, на мгновение огорчился, получалось, что вся его работа в пустую, тормоз с переменной длиной отката не нужен Но пушка, это общее детище И все, что ведет к ее упрощению, радует всех, орудие будет надежнее Но тут выяснилось, что при стрельбе с максимальным углом возвышения выбранная нами длина отката такова, что необходимо делать с подкоп между станинами Решение было найдено только благодаря тому, что тактика, технические требования на ЗИС-3 мы вырабатывали сами и следовательно, вольны были их изменять Рассказывая о работе над пушкой F-22U-SV, я упоминал, что максимальный угол возвышения 45 градусов, обусловленный военными в ТТТ, не казался нам технически обоснованным При 45 градусах действительно достигается наибольшая дальность стрельбы, но корректировать такую стрельбу трудно, так как разрывы осколочных, фугасных снарядов за 12-13 километров почти неразличимы В то же время чем больше угол возвышения, тем сложнее конструкция орудия Рациональным является угол не в 45, а в 37 градусов Дальность снижается всего на 700 метров, а пушка становится заметно проще Увеличение высоты линии огня на 50 миллиметров и ведение постоянного отката упрощало систему, но зато повлекло за собой конструктивные изменения некоторых агрегатов лафета В свою очередь это требовало перекомпановки практически всей системы Работа была поручена конструктору Е. Хворостину, который к тому времени провел общую компоновку целого ряда артиллерийских систем в других КБ Александр Евгеньевич выполнил задание быстро и тщательно Мимо его внимания не ускользнул ни один элемент конструкции, а ведь ему пришлось решать ряд кардинальных задач Изменения верхнего станка, крепления прицела, щита, механизмов наведения и обоснованного установления угла возвышения в 37 градусов Очень сильное впечатление на нас произвело предложенное Хворостиным новое конструктивное решение подрессоривания Оно было настолько просто и технологично, что соблазн внедрить его был очень велик К сожалению, тогда пришлось бы заново пересматривать уже отработанный и установившийся процесс изготовления не только подрессоривания, но и других смежных с ним агрегатов На это уже не было времени Но позже, при проектировании нового мощного орудия, предложение Хворостина мы осуществили Снижением максимального угла возвышения до 37 градусов, а также незначительным, всего на 50 миллиметров, повышением высоты линии огня И была преодолена последняя трудность в конструктивном формировании пушки ЗИС-3 Получилось, в сущности, что пушка сама заставила нас внести коррективы в тактика, технические требования ЗИС-3 успешно выдержала напряженные заводские испытания По всем показателям она намного превосходила свою предшественницу F-22U-SV Она была на 400 килограммов легче, компактнее, в три раза дешевле Скорострельность ЗИС-3 получилась равной 25-30 выстрелам в минуту с исправлением наводки, что очень важно для борьбы с танками Повышение скорострельности было достигнуто благодаря тому, что для ЗИС-3 приняли не двусторонние, как раньше, а односторонние расположение механизмов наведения Нужно отметить еще одну характеристику ЗИС-3, пушка была очень красива В те годы у нас в КБ работал скульптор, художник Кикин Когда он впервые увидел ЗИС-3, то изумился гармоничностью ее конструкции При этом пушка не имела ни одной детали, ни одного закругления, добавленных специально для красоты В этом смысле ЗИС-3 не исключение В конструкциях пушек завода, было записано, в выводах комиссии наркомата, обследовавшей КБ и завод, гармонично сочетаются высокие служебно-эксплуатационные, производственно-экономические и эстетические качества В чертежах нет ни одной линии, подчиненной художественным требованиям Ущерб служебно-эксплуатационным и производственно-технологическим качествам Итак, новая дивизионная пушка была создана, но к чувству гордости и удовлетворения примешивалась тревога за дальнейшую судьбу ЗИС-3 Как теперь поступать? Работа была проведена так, что о новом орудии не знали не только в ГАУ, но и в нашем наркомате Казалось бы, теперь можно предъявить ЗИС-3 военным, представить ее на государственные испытания Но представить, это вовсе не значило получить согласие на проведение испытаний Однажды появилась возможность позондировать почву, и я не применил ею воспользоваться В один из пасмурных мартовских дней 1941 года, рано утром, ко мне зашел воен-пред ГАУ, и сообщил Маршал Кулик приехал в наш город, он просит вас прибыть к нему в любое удобное для вас время Какой вопрос Маршал интересует? Спросил я Об этом он ничего не сказал Обычно, когда Кулик приезжал на завод, его интересовало производство количества и качества выпускаемых пушек Дела наши шли неплохо, бесперебойно выпускались танковые пушки Ф-34 и осваивалась противотанковая ЗИС-2 Производство дивизионной пушки Ф-22У, С-В к тому времени было прекращено Может быть, Кулика интересуют опытные работы? Но в таком случае, почему он назначил встречу в своем салон, вагоне на вокзале, а не приехал на завод? Только много позже понял я причины приезда к нам начальника ГАУ, а в то утро подобрал материалы, которые, возможно, понадобятся, и выехал Кулику В салон, в вагоне кроме Кулика, было несколько военных инженеров ГАУ Маршал выглядел встревоженным Поздоровавшись, он сказал, что приехал посоветоваться по вопросу вооружения танка КВ-1 Наши взгляды на вооружение тяжелого танка были Кулику известны и ранее не вызывали у него особенного интереса Видимо, теперь что-то изменилось Я ответил, что готов принять участие в обсуждении Начал Кулик издалека, о вероятном противнике, назвал его прямо фашистская Германия Танки, находящиеся на вооружении вермахта, продолжал он, по своей бронезащите и артиллерийскому вооружению значительно уступают нашему Но перспективы танкостроения в Германии внушают очень серьезные опасения В этой связи особенно беспокоит вооружение нашего танка КВ-1-76, миллиметровая пушка Ф-32, которая по мощности уступает даже пушке Ф-34 среднего танка КВ-1 нужно срочно перевооружить Нарком Ванников предлагает вместо пушки Ф-32 установить в тяжелый танк качающуюся часть 85-мм зенитной пушки Как вы оцениваете это предложение? Я изложил маршалу нашу точку зрения на танковое вооружение Читателю она уже известна, рассказал о неудачных попытках нашего КБ добиться согласия Танкостроителей Кировского завода на установку в КВ-1 более мощной пушки Подчеркнул необходимость вооружать танки специальными танковыми пушками А не искать выхода в использовании полевых и прочих систем С этих позиций и дал оценку предложению Ванникова Что означает поставить качающуюся часть зенитной пушки в танк? Прежде всего, продиктовать танку заведомо невыгодные конструктивные решения Башню придется проектировать, исходя из габаритов пушки Такой опыт был Во время войны с белофинами тяжелый танк вооружили 152-мм гаубицей Из-за чего конструктивное решение башни было ниже всякой критики Танковая пушка должна иметь минимальные габариты Для того чтобы обеспечить минимальные размеры танковой башни При максимальном удобстве обслуживания для экипажа Удовлетворяет ли этим требованиям качалка ствол с затвором, тормозом отката, накатником и люлькой 85-мм зенитки? Нет В частности, накатник этой системы расположен над стволом, а тормоз – внизу Одно это увеличивает высоту башни, по крайней мере на размер, равный наружному габариту накатника Предложение Ванникова рационально лишь в том плане, что 85-мм зенитка освоена производством и выпускается крупными сериями, то есть это штатная артиллерийская система Получить необходимое количество качалок для танков КВ-1 в этих условиях не составит никакого труда Борис Львович Ванников прекрасно разбирается в специфике артиллерийского вооружения Следовательно, предлагая этот вариант, он заведомо идет на компромисс, выигрыш в одном ведет к ухудшению конструкции танка Не нашему КБ решать окончательно этот вопрос, но мы твердо убеждены, что компромиссы здесь недопустимы Тяжелый танк должен быть вооружен мощной пушкой, специально для этого танка созданной Как я мог заметить, доводы эти произвели на маршала благоприятное впечатление Я с вами согласен, выслушав меня, сказал Кулик У некоторых из нас сложилось неправильное представление о танковой пушке Она действительно должна быть специально создана для данного типа танка Доложив с разрешения маршала о ходе опытных, исследовательских работ, я воспользовался случаем еще раз Поинтересовался причиной прекращения производства дивизионных пушек F-22U-SV Маршал повторил то, что было уже известно, дивизионными пушками армии полностью удовлетворена В настоящее время дивизионных пушек у нас как будто бы меньше, чем в начале Первой мировой войны, заметил я Дивизионных пушек вполне достаточно, убежденно повторил Кулик Заручившись моим принципиальным согласием на создание новой мощной танковой пушки Маршал отбыл на Кировский завод, так ничего и не узнав о ЗИС-3 Разговор с ним утвердил меня в мысли, что для пользы дела нашу новую дивизионную пушку Обнародовать сейчас нельзя, слишком велика убежденность военных в том, что дивизионными орудиями мы обеспечены Что ж, оставалось ждать лучших времен Горький парадокс заключался в том, что лучшие времена для нашей ЗИС-3 могли наступить Лишь тогда, когда военные на опыте поймут ошибочность своих расчетов А опыт мог быть только один, война Но мы уже сделали все, что могли, и были уверены, что пушку рано или поздно примут на вооружение Поэтому занялись подготовкой технической документации ЗИС-3 для валового производства Конец 1940 и начало 1941 года стали тем периодом в жизни нашего КБ Когда опыт, накопленный нами за годы поисков, ошибок, мучительно трудной черновой работы, начал приносить плоды Унификация, в частности, достигла такого уровня, что до 90% деталей одной артиллерийской системы использовалась без изменений в другой Дуплекс противотанковой ЗИС-2 и дивизионной ЗИС-3, а это был, в сущности, именно дуплекс Лафет ЗИС-2 сочетался с двумя стволами калибром 57 и 76 мм Натолкнул нас на мысль о возможности обогащения дуплексами и семейства танковых пушек Снаряд ЗИС-2 с дистанцией 500 метров пробивал броню толщиной 85 мм, при угле встречи 60 градусов А бронебойность танковой пушки F-34, стоявшей на вооружении 34-ки, при тех же условиях, составляла всего 55 мм Правда, в то время вооружение танка Т-34 нашей пушкой считалось вполне перспективным Но перспективность, понятие относительное Ведущие тенденции в танкостроении Запада, повышение бронезащиты, так что лучше, загаде иметь в запасе пушку с повышенной бронебойностью Анализ показал, что достаточно заменить у пушки F-34 ствол, чтобы получить новое орудие Наложением 57 мм ствола пушки ЗИС-2 на лафет танковой пушки F-34 и решили создать новое орудие для 34-ки Такого рода дуплекс не был сложен для установки новой пушки Ей присвоили завод с коиндекс ЗИС-4 в танк, а также упрощал до минимума постановку пушки на валовое производство Техническое совещание КБ одобрило идею, и через 15 дней 57 мм танковая пушка ЗИС-4 была уже в металле С новой пушкой танк Т-34 преобразился, стал как бы стремительнее Стрельба и ходовые испытания были проведены быстро и не выявили никаких дефектов Техническую документацию на ЗИС-4 отработали Она была в таком состоянии, что по первому требованию ЗИС-4 можно будет поставить на валовое производство и вооружать ею танки Т-34 Таким же методом была создана еще одна танковая пушка на базе F-34 и F-22У-СВ При этом использовали без изменений 63,5% деталей от F-34 и 4% от F-22У-СВ Новые 76-мм пушки, предназначенные для танка КВ-1, присвоили завод с коиндекс ЗИС-5 Конструкторы в содружестве с технологами и производственниками создали этот образец в самые короткие сроки, хотя встретились существенные трудности, для новой системы необходимо было спроектировать оригинальную люльку Борис Геннадьевич Ласман успешно справился с этой работой ЗИС-5 установили в танк КВ-1 вместо стоявшей там F-32 испытания и показали, что новая конструкция надежна и безотказна в работе Исходя из того, что в будущем наш завод может оказаться дублером Кировского завода по изготовлению танковой пушки для КВ-1, наша КБ завершила подготовку рабочих чертежей для валового производства ЗИС-5 Двум новым танковым пушкам предстояло ждать своего часа, как и дивизионной пушке ЗИС-3 Создание этих орудий, весьма совершенных, в сроки, близкие к требованиям военного времени, стало возможным лишь благодаря использованию наших скоростных методов Однако, докладывая о существе этих методов участникам конференции в Ленинградском институте усовершенствования ИТР, по вполне понятным читателю соображениям, я не мог привести этот убедительнейший аргумент